Бабский, не бабский. Кому какая нахуй разница? Я никогда не понимал этого. Типа, блять, вот мы выпустили табак для женщин, но при этом курят его одни мужики. На самом деле все это залупа, ребятки. Это так чисто маркетинг, дабы просто обратить внимание на немного иную целевую аудиторию. И в таком роде, поэтому Дафт решил просто сделать все очень круто и сделать Дафт Феромон, тонко намекнув и дав то количество внимания девушкам, которые они хотят. Поэтому я уже прокурил какую-то часть вкусов, но не все. Скажу так, по вкусам все окей. На самом деле можно найти что-то свое, можно найти прикольные миксы. Для тех, кто не знает, что такое Дафт Феромон, я объясню. Это новая миксовая линейка, которая пришла вслед за Дафтом All-In. То есть All-In убрали, Феромон Welcome. Конечно, здесь есть нотка грусти, и я с вами вместе скорблю по All-In, потому что это был реально выдающийся такой продукт от компании Дафт. И он мне очень нравился своими миксами, своей подачей и прочим. Но нужно идти дальше, и на очереди у нас Дафт Феромон. То же самое, что и All-In, но здесь более попроще вкусы в миксе и намного не попроще название этих миксов, потому что они, в принципе, ничего не значат, то есть, как сказать, короче, Sugar Blush. Вкус называется Sugar Blush, но внутри у нас банан, кокос, чизкейк. Где связь? Нет связи. Поэтому вас должно интересовать всегда вот это вот маленькое название и сочетание вкусов, которые используются. И за счет этого вы уже будете выбирать, что вам покурить. Я курю кола, черная смородина и индийские специи. Сейчас у меня греются в чашке. И называется этот вкус Hypnotic Dreams. Гипнотические сны, гипнотические фантазии. Да, но при чем здесь кола, черная смородина и индийские специи, и мои, блядь, гипнотические сны? Непонятно. Поэтому на это мы просто дружно забиваем хуй. Теперь же давайте вообще поговорим про крепость. Что, к чему и как. Первое, на что многие обратили внимание, что Daft Phyramon теперь делается немного у иных подрядчиков. А эти подрядчики являются компанией Cobra. То есть, кто выпускает Cobra. За счет этого у нас есть колоссальная разница в восприятии продукта, нежели чем другие продукты от компании Daft. Потому что другой производитель, соответственно, немного другой взгляд, технологии, аромки и миллионы, миллионы разных других причин. И курица, я вам скажу, он абсолютно по-другому ничем не связанный с другими продуктами Daft. Если, допустим, брать Daft Phyramon и Daft All-In, в принципе, это то же самое. Но, типа, крепость другая и немного вкусы другие. То по вкусам сложно что сказать. А вот крепость, она вроде бы и помягче, но абсолютно вообще не бьет по горлу. Также абсолютно нет этого привкуса табачного листа, который иногда прослеживался в All-In. Также немного поменялись технические характеристики, которые мы наглядно видим. Это гораздо быстрый прогрев, нежели чем All-In, нежели чем другие Daft-овские продукты и как бы Daft в целом. Что я имею в виду, когда говорю Daft-овские продукты? Я имею Daft All-In, Daft Checkmate и, соответственно, классический Daft, который довольно-таки тоже неплох. Потом. Такой момент, касаемый сырья, оно здесь как-то более поприятнее. И за счет того, что я говорил, что это нихуя не бабский продукт и то, что вся эта реклама лишь просто маркетинг, дабы обратить внимание на девушек, чего им, собственно, и не хватает в кальянной культуре, то это круто. Больше ничего. Я с удовольствием прокурил половину вкусов и с удовольствием покурю еще. Дабы развеять ваши сомнения о том, что покупать этот продукт или нет, я вам скажу честно, на своем опыте, на своем первом впечатлении о Daft Phyramon топ. Реально, продукт получился крутой. Да, я как-то критиковал Checkmate, All-In и прочее, но к Phyramon и его подаче, в принципе, вопросов абсолютно нет. Нет, хороший, сбалансированный, крепость ниже, но никто, как говорится, не отменял такое понятие, как прямое восприятие маркетинга. И многие люди, я с ними пообщался, они говорят, бля, мы не будем покупать Daft Phyramon, он же, типа, для девушек, мы же не девушки. А Daft Phyramon, если покурит пацан, он будет пидорасом, он будет геем. О, Daft Phyramon, куришь все это хуйня, типа, бля, это же бабский продукт, ты же мужик, кури что-то посерьезнее. Вы серьезно? Блядь, это такой же пиздец, так нельзя. Пробовать, блядь, нужно все. И для тех, кто, допустим, не перешагнул эту ступеньку крепости, то Daft Phyramon будет прям хорошим, хорошим таким продуктом, который он может курить просто каждый день и напрягаться. Что касается минусов, я их все же озвучу, но это, возможно, столкнулся с этим только я. У меня некоторые баночки прям нехило так потекли, как Айза при виде Олега Майами. На некоторых баночках очень сильно вздута наклеечка и очень похожа на лицо Айзы, когда она без мейкапа. Либо похожа на мое лицо, потому что я тоже сейчас здесь без мейкапа. Ну, короче, коллаборация с Айзой, видать, на 110% по продукту в целом. Что касается дизайна, я вам скажу, ребятки, он имеет у нас 4 цветовые гаммы, которые не очень сильно между собой разнятся. Это вот такой вот желтенько-нежно-ванильно-молочный оттенок. Я не знаю, как цвет называется, такой перламутро-фиолетово-фиалковый, что-то такое. Розовый, как молочко. И, конечно же, небесно-голубой с такими оттенками, как эта компания называлась-то. Блять, у них все в таких цветах. Я, короче, забыл. Ну, вот, примерно как-то вот так, да. Что еще вам охота сказать про да? В принципе, да, ничего. Надо пробовать, надо прокуривать все вкусы. Но я вам скажу так, что все эти миксы собраны из банальных вкусов, поэтому, ну, нет здесь что-то такого прям вау. Просто есть реально крутое сочетание вкусов между собой в одной баночке. А есть немного противоречивые сочетания в одной баночке. И ты вроде думаешь, сейчас просто для примера возьмем, бля, охуенно, банан-кокос я бы покурил, но, блядь, там выпечка-чизкейк, а не буду брать. Возьмем на примере такой. А, нет, это плохой пример. А, вот. Лесные ягоды, лимон, красная смородина. Я бы вот с удовольствием покурил бы лимон и красную смородину, но лесные ягоды, ну, они мне не лежут, они мне не нравятся. Да, или вот, допустим, черника, кола, виноград. Чернику с колой я бы покурил и мятой, но, как ты знаешь, виноград я ненавижу. Поэтому, ну, блядь, нахуя он здесь, я же буду его чувствовать, и он мне нахуй просто не нужен. Примерно вот так. Хоть продукт и легкий, но пожаростойкости он даст многим продуктам просто за щеку. Как ты видишь, у меня фанал 4,25 угля. Я его редко курю, но при этом он у меня курится вообще без каких-либо нареканий. За счет этого, дафту, феромону огромный плюс. Я также скажу, что это потому, что все это делается на другом заводе производителя. Там немного иной, возможно, взгляд. А также, что касается прогрева, все довольно-таки быстро. И поэтому мама мне всегда говорила, Дава, не будь жадиной говядиной, не будь, делись всем, что у тебя есть, потому что это ты с собой в могилу не заберешься. Правильно? Поэтому у меня есть еще один комплект всех вкусов дафта, феромона. И я готов его отдать тебе. Все, что тебе нужно сделать, это быть подписанным на мой канал. Ты уже, конечно, это сделал. Поставить колокольчик, написать комментарий на тему, почему дафт, феромон и вообще, что ты об этом думаешь. Типа, нормально ли это обращать внимание на девушек и так далее. Ну и не забудь оставить свой инстаграм под комментарием. Поэтому все. Победителя выберем уже чуть попозже в отдельном видео, где мы всех победителей соберем. Так что это был Дава Дым, это Давт Феромон. Пока-пока.